Это мой дом. Это моя кухня. Это моя семья. Тилли. Джек. Холли. Меган. И, конечно, моя жена Тана. Возможно, вы самый занятой человек в мире, но я докажу вам, что вы можете готовить дома потрясающую еду. Правила просты. Домашняя готовка должна быть простой, быстрой, но потрясающе вкусной. Если вы думаете, что не сможете приготовить это дома, подумайте еще раз. Все, что вам нужно, — эти рецепты. Завтрак, обед и ужин. Гордон Рамзи. Завтрак, обед, ужин. Американская кухня. Сегодня я приготовлю завтрак, обед и ужин, наполненные духом и вкусом Америки. По работе мне много приходилось путешествовать по США, и мне в пути попадались как отвратительные блюда, так и прекрасные. Сейчас кухня Америки переживает возрождение классики. А я представлю свою точку зрения на американскую кухню у вас дома. На завтрак классика кафешек. Яичница в хрустящем хашбрауне с копченым сладким беконом. На обед знаменитый салат «Цезарь» с обжаренной куриной грудкой и шикарной заправкой. А на десерт печенье с джемом и арахисовым маслом. Пора выпить. А Холли, средняя дочь, поможет мне готовить. Ты свой заливай туда, а я свой сюда. Папа! Мы приготовим роскошный ужин с говяжьей грудинкой барбекю, хрустящим салатом колсло и острыми кусочками сладкого картофеля. Идеальный ужин. Завтрак, обед и ужин. Сначала яйца, запеченные в хашбрауне. В основе правильного хашбрауна – правильный картофель. Мне нравятся твердые сорта. Они легче готовятся и, что важно, не рассыпаются. Для хашбрауна лук нельзя нарезать, его нужно натирать. Картофель получится очень хрустящим. Что касается лука, тут важен баланс. Вкус лука в каждом маленьком кусочке хашбрауна. Приправьте солью, черным и каенским перцем. Смесь нужно хорошо перемешать. А теперь выжимаем всю воду. Посмотрите, сколько лишней воды осталось. Это очень важно. Чем больше жидкости отожмете, тем более хрустящими будут хашбрауны. Большую сковороду ставим на огонь. Когда она нагреется, налейте оливкового масла. Звук подтверждает, что лук и картофель начали поджариваться. Вот зачем нужна горячая сковорода. Берем ложку и приминаем края. Чтобы... Чтобы они не подгорели. Теперь раскладываем по кругу. У краев небольшие кусочки масла. Они стекут по стенкам и карамелизируют лук. А теперь совет, как просто и быстро перевернуть хашбраун. Возьмите тарелку. Накройте. И переверните. А теперь верните хашбраун на сковороду как можно быстрее. Посмотрите, какой он уже поджаристый. Даже видно, что текстура хрустящая. Я собираюсь запечь яйца прямо на хашбрауне. Осторожно разбейте яйца на него. Слегка присыплю каенским перцем, чтобы добавить остроты яйцам. Ставим в разогретую духовку на 6-8 минут. Теперь приступим к бекону. Я собираюсь придать ему американский акцент. Мне никогда не давала покоя такая особенность американских завтраков, как сладковатость бекона. Мне понравилась комбинация копченого и сладковатого вкуса и легкость приготовления. Разогреваем оливковое масло на сковороде, коричневый сахар, соль и перец. И сливочное масло. Кладем бекон, и когда он приготовится, будет покрыт карамелью золотисто-коричневого цвета. Выключаем газ. Вот и готов мой глазированный бекон. Прекрасно. Кстати, и хашбраун с яйцами тоже готов. Взгляните. Красота. Осторожно лопаткой подцепляем снизу и на тарелку. Бекон положим сверху, снизу – хрустящий хашбраун. Теперь вы видите, что лучшие завтраки готовят американцы. Вот он, суперзавтрак по-американски. Яйца на хашбрауне с глазированным беконом. Далее, проникнутые духом Америки, обед и ужин. Не нужно ехать в Америку за продуктами. Вот что вам понадобится. Первым делом – говяжья грудинка. Не самая дорогая часть туши. В Британии она не популярна, а в американской кухне используется для безумно вкусной пастормы и сочной солонины. Главное в готовке говядины – готовить ее на маленьком огне, тогда она получится нежной. У меня есть прекрасный рецепт барбекю на ужин. Далее, традиционный американский сладкий картофель. Иногда его называют ямс, наиболее привычен в тропической части США. Готовится быстрее, чем обычный, более полезен и отличается сладким вкусом. Можно запекать, варить или делать пюре, но я люблю острые жареные кусочки. Основа основ американской кухни – арахисовое масло. Больше половины всего арахиса Америки идет на масло. Я люблю и с кусочками, и однородный. Но не только с хлебом. Его чудесно класть в соусы и даже в десерты, как, например, печенье с джемом и арахисовым маслом на обед. На обед я сделаю большой хрустящий салат «Цезарь», но сначала печенье с джемом и арахисовым маслом. Начнем с теста для печенья. Соедините тростниковый сахар и арахисовое масло и смешайте. Потом добавьте яйцо, немного молока, семена ванили и еще раз взбейте до однородности. Просейте в муку соль и разрыхлитель и тщательно смешайте с жидкой частью. Вот так. Припудренными мукой руками сформируйте шарики размером с мяч для гольфа, сплющите и выдавите ямку сверху. Положите в каждую ямку по пол ложки джема и арахисового масла. Выложите на противень и выпекайте 12 минут. Остудите перед подачей. Далее мой взгляд на культовый американский салат, впервые приготовленный почти столетие назад. Цезарь без сомнения классическое блюдо. Но чтобы он оставался интересным и востребованным сегодня, мы подкорректируем рецепт, не отказываясь от его плюсов. Мой взгляд на американский обед. Первая замена – заправка. Для меня главное в салате – заправка. Густая, кремовая, островатая. Начнем с майонезной основы. Начнем с яичных желтков. Кладем. Потом ложку дижонской горчицы, немного красного винного уксуса. Начинаем взбивать. Как только заправка начнет густеть, добавим оливкового масла. Она должна стекать с венчика. Густота, как у жирных сливок. Прекрасно. Добавим в майонез особый вкус анчоусов и измельченного чеснока. Теперь измельчим анчоусы вместе с чесноком. Хочу сделать из них почти пюре. Дальше натертый пармезан, лимонный сок. Он сделает заправку цитрусовой, придаст кислинку и осветлит ее. Немного воды. Добавили. И теперь внезапно майонез превращается в легкую заправку для салата. Здорово. Дальше сухарики. Я люблю делать их из хлеба с корочкой. Нарежьте хлеб кубиками, приправьте солью и перцем, обжарьте на сковороде с оливковым маслом. Не забудьте перемешать. Как только они зазолотятся, щедро посыпьте их тертым пармезаном. Не переставайте помешивать, чтобы они не прилипли друг к другу. Получатся хрустящие сырные гринки. Можно выкладывать. Ну и самое простое. Собираем салат, начиная с рыхлокочанного ромена. Не надо резать ромен слишком мелко. Немного сока лимона, половина чудного майонеза с анчоусами, оставьте часть для курицы. Положите половину гринков. Перемешайте тщательно. Салат в миску. Он хорошо приправлен. Выложите оставшиеся гринки и посыпьте тертым пармезаном. По мне так салат уже готов. Но я хочу достичь совершенства и поджарить куриную грудку на гриле. Нагрейте сковороду для гриля. Разрежьте грудки бабочкой, то есть не до конца, а тонкой части к толстой. Пусть нож сделает свою работу. А теперь открываем грудку. Вот что значит нарезка бабочкой. Теперь она приготовится в два раза быстрее и внутри останется сочной. С двух сторон приправляем грудку солью и молотым перцем. Выкладываем грудки. Не лейте на гриль масло, пока вы не готовы жарить курицу. Переворачиваем кусочки. Вот, прекрасно. Жарьте 3-4 минуты на каждой стороне, пока не появятся полоски от гриля. Пока мясо отдыхает, выложите сверху немного майонеза. Грудки остывают, но вкус и ароматы заправки, анчоусов, чеснока, пармезана проникают внутрь кусочков. Нарежьте курицу полосками. Я подам теплую курицу в отдельной миске, чтобы салат не завял. Ложку заправки. И сверху тоже немного майонеза. Американская классика. Наверное, самый популярный салат в мире, но точно один из самых вкусных. Когда речь заходит об идеальном обеде, этот американская мечта. Прекрасный салат «Цезарь» с сочной золотистой курицей, а на десерт печенье с джемом и арахисовым маслом. Далее время ужина. И моя дочь Холли поможет готовить так хорошо, что впору расплакаться. Что, проблема с домашкой? Лук. О нет, не три глаза. Кто из мелких рамзи будет главным на кухне? Готовит она неплохо. Правда? Конечно, не лучше. Искусство барбекю является без сомнения религией Америки, особенно ее южных штатов. Мастера этого искусства используют открытый огонь, чтобы огромные куски мяса стали сочными и ароматными. Американский обед должен включать говядину барбекю. Но я приготовлю ее в духовке на медленном огне. Моя семья часто бывала в США, и они любят американскую еду. Сегодня со мной на кухне близняшка Джека Холли. Мы приготовим говядину барбекю с хрустящим колсло и кусочки сладкого картофеля. Все, что она обожает. Холли! Ты же любишь барбекю, так? Да. Ты мне поможешь приготовить барбекю из этого куска грудинки. Смотри, какая красота! Он довольно жесткий, поэтому мы приготовим его медленно, он станет нежным. Мы будем готовить на улице? Нет, мы приправим мясо для барбекю, но готовить будем в духовке, ладно? Ладно. Порошок горчицы. Так. Семена сельдерея. Немного соли. А это у нас здесь что? Твин. Две ложки. Хорошо. Здорово. А это что? Каенский перец. Ты права. Еще две ложки перца. Хорошо. Вот что нужно сделать. Свежий перец. Добавим туда. Перемешаем. А теперь закатай-ка рукавчики и натри грудинку этими специями. Сделай ей массаж. Молодчинка. Давай, Холлс, задай ей жару. Молодец. Ну вот, теперь она вся в специях. Включаем газ. Форму на огонь. Теперь мясо в специях нужно запечатать. Пару ложек масла в форму. Прекрасно. Вот так. Так хорошо? Сейчас она разогреется. Давай грудинку в специях. Выкладывай сюда, осторожно. Ну вот, мы ее поджарим. Она стала зажариваться. Чувствуешь специи? Да. Те специи, что остались на тарелке, нам еще пригодятся. Порежь, пожалуйста, лук. Осторожно, нарежь его. Не очень тонко, просто поруби. Не торопись. А сейчас, чувствуешь? Как пахнет. Молодец, спасибо. Надо помыть руки, чтобы вытереть глаза. Что, проблемы с домашкой? Лук. Не трогай глаза. Не трей их. Смотри, уже подрумянилось. Вон, грудинка уже поджарилась. Видишь? Да. Вытащим грудинку буквально на 30 секунд. Так. Лук кидаем в форму. Хорошо. Ты чувствуешь, уже начинает пахнуть барбекю. Слегка перемешаем. Так. Теперь ложку коричневого сахара. И что нам даст сахар? Коричневый сахар покроет карамелью лук. И прямо сейчас надо положить лавровый лист. Молодец. Целый? Да, пожалуйста. Хочешь сама? Конечно. Хорошо. Осторожно, форма очень горячая. Ложку томатного пюре. Размашь его по дну, прямо под луком. Молодец. Смотри, какой цвет у лука. Теперь пора выпить. Прямо сейчас. За грудинку. Одна бутылка пива отправляется туда. Выливай. Выливай свою туда, а я свою сюда. Папа! Пью за тебя и за твою грудинку. За тебя. Доведем до кипения. Вот начинается самое интересное. Возьми грудинку и положи сверху на лук. Кладем. Молодец. А теперь возьми бульон и залей все вокруг нее бульоном. Я готовлю в говяжьем бульоне, но подойдет и куриный, и даже овощной. Когда бульон закипит, накройте форму фольгой. Немного прищипнуть у краев, завернуть здесь, а тут мы просто скрутим остатки, и фольга натянута туго. Ничего сложного. Спасибо. Ставим в духовку на три часа, а пока займемся другими блюдами. Сначала сладкий картофель дольками со специями. Сделайте смесь специй. На сухой сковороде прогрейте кориандр, пока не ощутите аромат. Положите прогретые семена в ступку, добавьте соли и разотрите. Дальше копченая паприка, сухой орегано, каянский перец. Перемешайте. Смесь готова. Нарежьте картофель ломтиками, обмакните в оливковое масло и покройте специями. Выложите ломтики на противень и поставьте в разогретую духовку на 30 минут. Переверните на другую сторону через 15. Невообразимые ломтики со специями готовы. Закончим говядину. Чувствуешь, какой аромат повсюду. О, посмотри-ка на это. Теперь нужно оставить мясо отдохнуть. Что значит отдохнуть? Когда ты готовишь большой кусок, ты оставляешь его остыть и расслабиться. Мясо тогда будет гораздо нежнее. Так, теперь колслоу. Обычно мы с чем смешиваем капусту для него? С майонезом. Правильно, с майонезом. Но сегодня мы сделаем по-другому. Положи этот йогурт в миску, пожалуйста, весь. Я начну резать белую и краснокочанную капусту. А ты положи ложку горчицы в йогурт. И хорошенечко перемешай. Немного соли и перца. Так. Хорошо. Теперь яблочный уксус. Небольшое количество уксуса. Я буду нарезать, а ты бери эти ломтики и разделяй и бросай в заправку. И перемешивай их. Видишь, как они хорошо перемешиваются. Да. Ну вот, краснокочанная кончилась, теперь белая. Вот. У нас получится терпкая кислинка в капусте от заправки, а йогурт даст свежесть и вкус. Последний кусочек. А, вот еще что. Я добавлю немного нарезанного свежего шнит-лука. Он добавит в салат луковый вкус. Кладем лук. Ну как? Попробуй с луком. Вкуснятина. Помоги мне переложить в миску. А я постараюсь очень аккуратно поднять грудинку. Почему она уменьшилась? Она была в духовке почти три с половиной часа. Мы ее запекали. Вот и ужарилась. Положим ее сюда. Ничего себе. Давай я тебе покажу, какая она внутри. Как она режется легко. Погляди. Вот в чем польза помощи папе на кухне. Тебе дадут попробовать первой. Раньше всех. Так вкусно. У нее потрясающий вкус. Смотри, внутри все ароматы. Напоследок сделаем быстрый и вкусный соус. Включаем огонь и увариваем подливку, в которой запекалась говядина с луком. Добавьте яблочного уксуса и готов. Чудесный соус барбекю. Взгляни-ка. Пахнет потрясающе. Это не просто грудинка. А остаток отсюда в соусник. Это будет густая, острая, луковая подливка. Барбекю. Вот это и есть лучший способ приготовить и подать грудинку. Ну что, ты готова? Возьми картофель, а я понесу мясо. Пойдем, дорогая. Ты, кстати, молодец. Спасибо. Это настоящая красота по-американски. Шикарная грудинка со сладким картофелем, ломтиками и колслоу с йогуртом. Меган, Джек. Идем. Тили. Глубокие вкусы, которые принесут дух южных штатов США к вам в дом. Кому положить колслоу? Мне, пожалуйста. А кому подливки? Спасибо. Но она островатая и со вкусом барбекю. Как грудинка? Удалась. Чудесно, особенно с подливкой. А что скажешь о готовке твоей старшей сестры? Готовит она неплохо. Правда? Конечно, не лучше меня, но... Я чувствую, между девушками Рамзи назрел дух соревнования. Ты молодец, Холлс. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok